здравствуйте друзья на связи кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании алиам предлагаю вам ролик одного из наших подписчиков очень хороший интересный ролик здесь так узнать и симбиоз собрался во первых выражу свою благодарность человеку автору ролика за то что он действительно эксплуатирует эту информацию которую получил на моих вебинарах на бесплатных свое время это слышно это видно я это распознаю также очень интересное сочетание достаточно популярный на сегодняшний день темы это вот несостоятельность российского государства как суверенного государства как государство с той самой позиции как его привыкли воспринимать людям основная масса люди которые не задумываются что на самом деле происходит но так в двух словах скажем так несу интригу друзья же мои мы живем не в государстве мы живем мягко скажем супермаркете в магазине и являемся а сотрудниками приносящими баснословные доходы руководством супермаркете магазин в буквальном смысле мы определенных всемирных ресурсов ресурсах зарегистрированы как юридическое лицо российской федерации с генеральным директором да уж не удивляйтесь медведевым дмитрием анатольевичем формате мирового восприятия мы являемся обычным юридическим лицом обычным супермаркетом куда можно прийти и набрать всего-всего-всего собственно говоря мы опять же повторюсь до граждане действительности являемся простыми сотрудниками продавцами грузчиками где-то может быть управляющим звеном в какой-то степени не высшим естественно менеджерами там кассирами уборщиками вот технологами там я не знаю что еще можно вот так вот но кому интересно это отдельная страница вообще отдельная история интересуйтесь найти много чего на этот счет рассказывается в том числе и про поддельные паспорта которые у каждого из вас в кармане есть и много-много всего не буду сейчас останавливаться подробно но хочу подчеркнуть что во всей этой ситуации можно не выживать можно жить достойно и пользоваться собственно благами цивилизации полноценно хочу заметить супермаркет там у нас современный достаточно современный и здесь очень много всего хорошего что вы можете как сотрудники этого супермаркета по льготной цене пользоваться теми товарами которые лежат в этом супермаркете просто действительно как вариант посмотрите рекомендованное видео в конце ролика справа полочки внизу смотрите интересно ладно а те кто хочет разобраться со своими кредитами законно скажем так замести в бухгалтерию этого супермаркета информацию полностью о том что он никому ничего не должен самое главное никого никому ничего ни у кого не брал по-настоящему о чем кстати в этом ролике четко сказано да просто надо между строк что называется то это вам к нам на сайт ссылочка на сайт в описании этого ролика есть хочу в черном видео есть посмотрите описать и оставьте заявочку на нашем сайте вы можете ли вы просто стать нашим клиентам освободиться от всех долгов формате еще для вашего удобства в правом верхнем углу как кабельная подсказочка сейчас выходит вот она посмотрите видео на сайте но мы с вами слушаем ролик естественно жду от вас комментариев лайки дизлайки кому не понравился понравился репост в соцсетях обязательно ну и подписывайтесь на наш канал то этого еще не сделал поехали добрый день здравствуйте да здравствуйте еще раз меня зовут алексей сергиевич и звонок вам вступать из-за дела снижения кардитной нагрузки зоне с целью помочь установиться в обслуживании это на улице на владимире верно все верно все верно да александр владимирович звонок вам вступать из банка тиньков скажите пожалуйста с чем у вас на текущий момент времени возникает сложности скажите а я могу убедиться что вы из банка тиньков вы хотя бы можете там номер анкеты моей назвать номер анкеты анкета у вас была без номер номер договора у меня ваш имеет номер анкеты у вас какого не было если быть точным я могу это номер не договора у нас с вами имеется номер анкеты имеется ну если вы его называете договором хорошо номер договора а он у вас имеется в наличии вы готовы будете проверить конечно номер анкеты у меня имеется в наличии оканчивается на 1489 сейчас верим а 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 Так, ладно, продолжаем дальше. Какие у вас вопросы? В данный момент времени я хотел у вас информацию уточнить. Зачем у вас возникают сложности до текущего момента времени с внесением ваших минимальных платежей? Ну, понимаете, в чем дело. Экономическая обстановка в стране очень тяжелая. И на мне это отразилось. Каким образом? Ну, у меня нет денежных средств. Точнее, рублей РФ. У вас есть денежные средства другой валюты? Другой валюты есть, да. А почему вы их не поменяли, как вариант они произвели? Ну, нет такой возможности. Понимаете, в чем дело? Ни один банк не меняет билеты Банка России на рубли РФ. Билет Банка России – это и есть денежные средства, которые выпускает сейчас Центробанк. То есть, это и есть рубли. А почему на них написано, что не рубли РФ? И герб там не РФ? Поясните мне. Совсем понял. Я верю, на этих билетах Банка России нет ни одного обозначения РФ. И герб там не РФ. А в договоре, так называемом ВАБе, ну, то есть в анкете, написано, что все расчеты рублями РФ. Я вот тоже этот момент интересую. А как так получилось? А какая валюта еще у нас с вами в России имеется? Ну, не знаю, какая у вас в России валюта имеется. Вся возможная валюта имеется. Доллары имеются, евро имеются. Так. Иены имеются, еще какие. Да вся валюта имеется. Так, ну, у вас же рублевый счет, правильно? Да, рубли РФ у меня счет. Электронный счет. Так, у вас денежные средства, вы когда снимали с карты, тоже вы снимали рубли, правильно? Нет. О чем вы говорите? Вот билеты Банка России я туда положил в размере 2200 рублей. И они куда-то делись. Понимаете? А что-то куда-то делись? Рубли РФ я с этой карты не видел. Понимаете, в чем дело? И так же билетов Банка России я с этой карты не видел. Вот, что самое интересное. А что значит то, что вы оплатили и вы их не увидели? Могу уточнить? Положил на мой счет 2200 рублей билетов Банка России. И вы их у меня похитили. Это так выглядит. Куда, простите, мы их похитили? Я не знаю, как вы умудрились их списать с моего счета. Это как так вообще? Они пошли в счет погашения вашего договора. То есть вы списали с моего счета, правильно? По вашему договору пошли в погашение, совершенно верно. Все, я понял. По нашей анкете. По вашему договору. Договор состоит не только из анкеты, а состоит из вашего тарифного плана, а также из условий комплексного банка по обслуживанию. Совершенно верно. А договор у нас так называемая оферта, правильно? Да, согласно 434 статье гражданского кодекса, также имеет такую же юридическую силу, как и обычный договор, который заключается с клиентами в банке. Знаете, он где имеет юридическую силу? Если бы я вам обувь в ремонт сдал, он бы имел юридическую силу. А вот закон о банковской деятельности регламентирует четко, что договор должен быть с живой подписью двух сторон, но никак не оферта. Понимаете, в чем дело? Если договор, который заключается в салоне, ой, в салоне, да, в офисе банка, то да, я с вами согласен, там должны быть офисы и предприятия. У вашего банка даже офиса нет, порога банка вашего даже не существует. Это вы изначально знали, да, при оформлении данного договора? Да нет, недавно узнал. Я думал, у вас банк порядочный, а оказывается, что вы мошенники. Понимаете, в чем дело? С чего вы решили, что банк Нинькофф мошенник? Да это не только я решил. Это все те, кто глаза открыли, все так решили. В данный момент я же общаюсь с вами, я вот у вас... Ну вот я отношусь к тем людям, которые в стаде не состоят, понимаете? Мы вовремя вышли. Из стада, я вас не совсем понимаю. Почему здесь какой-то стадо, я вам вопрос... Так, ладно, вопрос, не вопрос. С какой целью цель звонка? Так я же вам ее изначально озвучил. То есть со стороны банка Нинькофф имеет возможность помочь вам в решении, да, вернуться в обслуживание вашего... Каким образом вы мне можете помочь? В чем заключается ваша помощь? Сейчас сумма ваших пропущенных минимальных платежей за последние, получается, 4 месяца, да, составляет 12 600 рублей. Это сумма в месяц допущенная, естественно, платежом. Сейчас со стороны банка, если данная сложность у вас возникает, хотя я пока так и не понял с чем, да, но банк готов действительно помочь вернуться в графики ежемесячных оплат, проведя программу лояльности, которая позволит далее, во-первых, снизить процентную ставку по вашему договору, да, то есть вы обслуживаете, вы будете по индивидуальному, так скажем, графику, то есть будут ежемесячные платежи, вы все-таки сформированы по данному договору, мы с вами обговариваем, да, тот платеж, который вы будете дать ежемесячно оплачивать. Процентная ставка по вашему договору, она будет снижена до минимума, если именно в списках, да, то это будет 1,25% в месяц. Платные услуги по договору при смене тарифного плана, если они таковые были у вас подключены, они отключаются, карта кредитная блокируется с возможностями, я имею в виду, снятия денег на средства, и все дальнейшие выплаты, которые вы будете производить по договору, вот этот график, да, который мы с вами, так скажем, да, составим, вот этот минимальный платеж зафиксируем, вы уже будете видеть, как сумма будет уменьшаться. То есть единственное, что с этой суммой будет списываться при погашении, это лишь процентный став, вот этот сниженный в 4 раза. То есть все остальное будет идти все закрытие договора. То есть вы хотите получить хоть что-нибудь? Я правильно понимаю? Не совсем понятна ваша формулировка, не что-нибудь, а полностью сумму. Я могу вам такой вариант отложить, могу вам платить по 100 рублей, в месяц. Нормально будет? Данная сумма, она, к сожалению, не удовлетворяет, да, условиям, потому что минимальный платеж, который сейчас, в принципе, да, возможен по вашему договору, даже по данной программе, я не говорю про текущие, да, пропущенные платежи, он составляет в размере суммы 2300 рублей. То есть вот этот платеж минимальный, он необходимо в дальнейшем оплачивать на ежемесячной основе для того, чтобы избегать, да, опять же, по данному тарифу. Ну, понимаете, нет у меня таких идей, нет у меня возможности вам постолько оплачивать, это слишком для меня много. А вы работу потеряли, я так понимаю, давно уже, верно? Ну, понятие, ну, потерял, нашел, это суть дела не меняет. Ну, как же, если вы потеряли и нашли, значит, у вас доход возобновился. Даже если у вас обновился, я же вам говорю, что на конкретно вас, на ваш банк, у меня денежных средств таких нету. Меня вот, я могу... Какой кредит брали? Ну, потому что я думал, что вы порядочные, а оказалось, что вы мошенники. Так получается, выплатывается, да, брали кредит для того, чтобы его не оплатить. Со стороны банк-то все, так скажем, да, требования, которые... Юридически правильно оформлен договор, понимаете, в чем дело. Офиса у вас нет. Активировали карту, снимали деньги. На тот момент я заблуждался, понимаете, заблуждался. А сейчас я все понял, суть понял вашу. После того, как из расходов денежные средства сразу глаза у вас открылись, как вы сказали. Сразу открылись, да. Начал, ознакомился с законом о банковской деятельности, вообще почитал про ваш банк, отзывы, что люди пишут, что говорят, и все понял, да. Я понял. Тогда у меня к вам единственный просто вопрос имеется, да. Ну, вы сами прекрасно понимаете, те денежные средства, которые вы израсходовали, да, вам в любом случае придется оплачивать рано или поздно, да. Но только сейчас со стороны банка, это сумма вашего общего долга, которую вам придется закрыть для закрытия той карты, которую вы, я так понимаю, более пользоваться не намерены, она, естественно, увеличивается в связи с начислением тех же самых штрафов на неустой по вашему договору. То есть рано или поздно сумма в любом случае придется оплачивать, но сумма увеличивается. Может быть, есть смысл, когда все-таки ее, будем так говорить, приостановить это извлечение и вернуться в график, чтобы равными оплатами производить? Ну, вы можете остановить. Я буду вам признать или на остановить. Но в график, в какой график? Я же говорю, по 100 рублей в месяц. Вам понятно, сколько вам? Данную сумму я уже назвал, потому что данный платеж, он не актуален для вашего договора. Он для вас не актуален, а для меня актуален. Для меня актуален. Для выполнения, да, непосредственно условий оплаты договора. Скажите, а еще какие-нибудь варианты есть? По дальнейшим оплатам вы имеете в виду? Ну, да. Какой-нибудь вариант. Мне просто необходимо понимать, из расчета чего вы будете делать оплаты, для того, чтобы понимать, что вам сейчас мешает их делать. Если ваш заход есть, так я понял. Не мешает отсутствие рублей РФ в моем кармане. Вы только что сказали то, что мешает вам именно то, что вы не желаете оплатить. То есть деньги у вас есть, но вы именно не желаете оплатить. Рублей РФ у меня нет. В формулировке разные денежные средства одни и те же. Согласитесь. Ну, почему? Ну, в вашем так называемом договоре, то бишь в анкете написано, что все расчеты-то рублями РФ происходить должны. Да, Российская Федерация, совершенно верно. Ну, так. А на билетах Банка России-то не написано, что денежные средства Российской Федерации? Там написано, что рубль тоже. Понимаете, там написано, что тысяча рублей. Все идет, речь идет именно о рублях, а не долларах, а не долларах, а евро. Смотрите, Росстат на конец 2016 года сказал, что ВВП Российской Федерации составляет 8 триллионов. Прекрасно. Это к чему? А банки отчитались, что они раздали людям 17 триллионов. Это вообще как так полагать? Откуда они взяли деньги? Они их нарисовали. Они раздали воздух. То есть вы не дали воздух. Не у меня. Понимаете, в чем дело? А требует... Если вы отдали воздух, вы бы ими не воспользовались. Уже денежки, которые я своим трудом должен заработать и вам отдать. Понимаете? И когда это поймут все, мой друг, то вам вряд ли кто-то вообще чего-то принесет. Очень странно, что вы воспользовались деньгами. Какой воздух вы говорите? Я воспользовался набором нолей и единиц. Никаких денежных средств я с этой пластмассовой карты не видел, в руках не держал. Понимаете? А набор, как вы сказали, единиц и нолей, это что было? Не деньги? Нет, ни в коем случае. То есть... Что еще раз? Электронный набор нолей и единиц. В банкомате он, в компьютере он... Простите, когда вы услуги сотовой связи оплачивали с данной карты, это тоже был набор услуг, набор единиц и нолей? Конечно. Или все-таки видели поступление денег? Конечно. Видео поступления нолей и единиц. Все верно. Вы меня правильно поняли. Так вот, надо тогда также, да, такие же ноли и единицы, которые вы снимали, положить обратно? Понимаете, в чем дело. Но не предоставляется мне такой возможности. Почему? С чем это связано? Потому что в договоре-то в вашем так называемом, то бишь в анкете, написано, что все расчеты рублями РФ. Нет у меня рублей РФ. И вряд ли тут единицы, которые вы снимали, это что было? Вот их. Не рубли и РФ? Как на этих написано, что нули и единицы, написано какая-то сумма рублей. Правильно? Сумма рублей, да. И написано, что билеты Банка России. А куда это билеты? Цирк билеты. Я не знаю, для куда там. Куда в цирк может быть? Я так понимаю, вы отказываетесь от погашения вашего договора? Я могу прямой отказ от погашения зафиксировать, верно? Нет, вчера днем звонил ваш коллега, и я ему четко сказал, что я отказываюсь. Мы с ним пришли к такому общему мнению, что оказывается, что он мне предложил какой вариант. Он мне рассказывал ту же историю, что и вы. Но меня на не устраивает. Понимаете? Он называл это помощью. Помощи я никакой в этом не вижу. Вариант остается один. Судебный порядок. Который увеличит сумму вашего общего долга. Ну вы ошибаетесь. С удовольствием судебных издержек. Тут, на самом деле, это благо, это выход из всей сложившейся ситуации. Понимаете? То есть, вместо того, чтобы сейчас вносить минимальными платежами, закрыть сумму общего долга судебными издержками... Да, я вам грозно сколько я потратил. И то, может быть, если у меня будет очень хорошее настроение и большое желание. Это ваше личное мнение. Но, к сожалению, это не так. А вот это уже тоже ваше личное мнение. Поэтому давайте каждый останется при своем личном мнении. Те же самые штрафы. Также прописано то, что со стороны банка имеется право начисления штрафов, да, согласно 30-30-й достиг. Да все я это уже слышал. Все это я уже изучил. Все это уже прекрасно знаю. Это, я говорю, ваше личное мнение. В банках... Да почему мое-то это мнение непосредственно законодательства, да? То есть мы будем так говорить именно о государстве, да, в котором вы сейчас проживаете. Мое личное мнение здесь совершенно ни при чем. Я вот стал внимательно изучать свой паспорт. Скажите, ваш банк что, по поддельным паспортам выдает кредиты? А вы решили то, что у вас паспорт поддельный? Да. Я вам тогда должен, наверное, обратиться в полицию. Я обратился, да. Тоже очень стало это интересно. И кто же вам выдал поддельный паспорт? Или вы сами... ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону. Ну, я думаю, с этим заявлением вам нужно туда обращаться. Ну, я обратился. Замечательно. Когда будет решение, являетесь рано, поддельным или нет, тогда я буду ставить, как комментировать. Как ваши сотрудники выдают кредиты на поддельный паспорт? Как я и сказал, когда будет уже ответ со стороны внутренних, да, органов, тогда мы с вами попробуем данный вопрос разобрать сейчас, так как у вас нет никакого заявления, и вы документы не предоставляли о том, что паспорт... Судье предоставляет, мой друг. Ну, видите, вы их даже и предоставить не можете, а почему-то только какие-то требуют данные, провоцирующие. Смысла в этом никакого нет. Вопрос все равно рано или поздно придется решать. Я информацию зафиксировал, отказ от оплаты в любом случае вас, да, не освобождает от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка будут на возврат долга направленные продолжаться. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова